К нам в компанию с друзьями попала гитара, причем маленькая, игрушечная. И вот первые мои нотки исполнили, а мне сказали, «Слан, мы тебя больше не отпустим, ты теперь будешь музыкантом». И вот так вот я поступил в музыкальный полюс, в музыкальный академию в Астане и так далее. Если не секрет, какие ваши ближайшие проекты, планы и их особенности? Я переехал в город Алма-Ата с целью развиваться по своей второй профессии, как актер. Первый музыкант, второй актер. И уже пройдя полтора года, это мой первый серьезный проект, на который я попал. Называется он «Я остаюсь». Это короткометражный фильм «Заказ правительства», режиссер Рашид Сулейменов, в главных ролях со мной. Фильм «Патриотический», «Любовь к родине», «Любовь к матери», «Пейзажа». Все это рассказывать не буду, потому что будет неинтересно смотреться. Съемки начинаются в августе, а на телеканалах выйдет, как мне сказали, где-то в сентябре по всему каналу Казахстана. Будем ждать. И такой нестандартный вопрос. У каждого человека в детстве были яркие моменты, но по ходу взросления, в делах учебы, работы, мы забывали про свои мечты. Какие у вас были в детстве мечты и насколько они сейчас осуществились? Честно говоря, когда ко мне в руки попала вот эта самая маленькая игрушечная гитара, я себе сказал, что я буду играть на гитаре. И я взял в руки ее, и каждый день я с ней не расстаюсь. То есть изначально моя мечта стать артистом, она имела место быть в моей жизни, она и есть до сих пор эта мечта. И я думаю, она меня не предает. Я верно к ней иду, тихо, верно. Я мечтал стать артистом, и я это делал. Хорошо. Как актера, музыканта, вас уже многие знают. Несомненно, вы пользуетесь популярностью у казахстанцев. В чем ваш секрет успеха, так сказать, ваша фишка, ваш скид выступления? Честно говоря, пользуюсь ли я популярностью у казахстанцев, я бы так не сказал, потому что только-только начинаю. Но ваши слова до бога в уши говорится. Моя фишка... Вообще-то это секреты каждого артиста, но я думаю, что моя фишка – это целеустремленность, упорство, титанический труд, наверное. Вот эти качества. В принципе, любой человек может добиться любого в жизни, если у него есть эти качества. Огромных желаний, куча терпения. Вот. Вот это, наверное, моя фишка. Отлично. И напоследок такой вопрос, Руслан. Какие впечатления вы получили о нашем городе и какие пожелания вы бы хотели оставить нашим ковшстанцам? Я, честно говоря, еще не успел насладиться всеми красотами вашего города. Надеюсь, я еще наверстаю, не раз. По поводу чего я хотел бы пожелать. А что желать? Мне кажется, у вас тут все хорошо. У вас недавно поменялся Аким. Я буквально за сутки, находясь здесь, очень много услышал от него. Услышал очень много перемен, связанных с вашим Акимом. У вас тут все строится. И это хорошо, когда все обновляется. Наш предстоящий Казахстан процветает, как говорится. И все города его тоже процветают. Все у вас хорошо. Все замечательно. Хорошо, Руслан. Желаем вам, как молодому, перспективному актеру, музыканту, дальнейшего процветания. Чтобы было побольше слушателей, побольше зрителей. Сегодня, я думаю, зрителей стало на 150 тысяч больше. Будем обязательно вас слушать. Очень интересная личность. И мы думаем, что у вас очень большое будущее. Да, спасибо вам большое. А я, в свою очередь, хотел бы вам преподнести маленький музыкальный подарок. Если позвольте. Конечно. Спасибо. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Большое спасибо. Сегодня действительно было определенное событие для нашего города. И я думаю, нашим зрителям ваша личность придется по вкусу. Спасибо большое и вам.